Затопленные улицы и дворы, разрушенная дамба и мост и даже эвакуация людей. В Закарпатье небывалое наводнение, которое уже назвали историческим. Движение на некоторых дорогах в области до сих пор ограничено, хотя большая вода постепенно ушла и жители вернулись в свои затопленные дома. Но после бедствия стихийного, теперь люди должны бороться с бедствием финансовым, ведь на выплату компенсации они и не рассчитывают, ждут новых паводков. А причины наводнений в Закарпатье оказываются вполне рукотворные. И главный источник большой воды – это халатность и жадность. Марина Коваль продолжит. Поля и огороды, улицы и дома – все в воде. На Закарпатье зимний паводок. Уровень воды в реках Латарица и Боржава достиг исторического максимума, который исчисляется вполне наглядными цифрами. Затоплено почти тысячи дворов и две тысячи гектаров сельхозугодий. В селе Котельница люди остались фактически отрезанными от мира. Там снесло мост. В Тячевском районе частично разрушена дамба. Но вот это село пострадало больше всех. В Ольховке даже эвакуировать людей пришлось. В некоторых дворах уровень воды превышал человеческий рост. Домой к Василию Брычу мы приезжали неделю назад. Тогда его двор выглядел словно огромное грязное озеро. Василий проводил нам экскурсию на лодке, показывал изолитый водой дом и машину. Ее не успели вывезти из-за спущенного колеса. За 40 минут с той стороны все прибыло моментально. Я не успел ничего везти. Лодку скинул с другой этажа, лодку вывез. Дети, женщину, корову и все. Трактор успел забрать и без ничего не успел забрать. Сейчас вода сошла. Каким был уровень, хорошо видно вот здесь, на стенах дома. Зорька вернулась в свой коровник. Но пока непонятно, чем ее кормить. Большую часть сена унесло течением. Это все, что осталось. Унесла вода и дрова, и запасы продуктов на зиму. Залитая техника не работает. Но больше всего люди боятся, что станет с их домами. Смотрите, смотрите. В комнатах у Любови Вараде вода достигла полуметра. И стены, и мебель до сих пор мокрые. Семья со дня на день ждет пополнения. Как будет жить с младенцем в таких условиях, Любовь не представляет. Но переехать некуда. Теперь семья думает, где взять деньги на ремонт. Дом хоть и застрахован, но больших компенсаций не будет. В сельсовете подсчитали, убытки от наводнения в Ольховке больше миллиона гривен. Денег в местном бюджете нет, будут просить у района, области и у Киева. А пока чиновники думают, как справиться с последствиями этого паводка, люди боятся следующего. Такой большой воды тут не было никогда. И это бедствие в Ольховке не стихийное, а рукотворное допускают жители. Несмотря на все запреты, Карпаты нещадно пускают под пилу. Массовая вырубка лесов – прямая причина наводнений. Но не единственная, уверяет эколог Оксана Станкевич. Причина вторая тоже человеческая. И это банальная халатность. В закарпатских селах нет участков, куда бы можно было направлять большую воду. Зона поймы реки часто просто застроена или засажена. Можно было бы побегать этим паводкам, если бы, соответственно, и сельские ради были готовы к этих вещей. Первое, что там есть маляративные канали местного значения, которые абсолютно не получаются в належном уровне сельскими радами. Они на сегодня полностью зароснуты чагарниками, засыпаны землей участково, и сметтям побудовыми. Эта вся забудована как раз здесь, она в заплаве, и там даже были забудованы польдерные земли, то есть те земли, которые были отведены для сбора и аккумуляции паводковых вод. Но главный источник закарпатских наводнений находится на Печерских холмах в Киеве. Прекращение финансового потока обернулось большой водой. Дельно жизненно необходимую противопаводковую программу попросту не дают денег. Наиболее, что Закарпатия рассчитывает от Киева, это финансовое повноценное финансирование противопаводковой программы ТИС, которая последние несколько лет финансируется символично по несколько сотен тысяч гривен. Это абсолютно мало. Вот маленький пример огромной проблемы та же Ольховка. Тут высокую дамбу планировали построить еще в 2012 году, но работы даже не начинали. Из-за того, что у нас нет денег, закончить строительство эти частины дамбы. И игнорировать эту проблему невозможно, говорят эксперты. Иначе Закарпатий превратится в зону постоянного стихийного бедствия, а бездействие чиновников превратится в бурлящий поток проблем. Марина Ковадью, Рековалев. Подробности. Телеканал Интер. Закарпатская область.